Здарова, пупсики! Сейчас мы вместе с вами посмотрим свеженькую анимацию от Мармажа. Кстати, давно от него не выходило? Эээ, кстати, да, наверное. Да. Называется ролик «Как я задолбал родителей». Мне кажется, у всех такая была тема. Поехали. Здарова, дружочек. Я бы не сказал, что я был послушным ребёнком. Ну, то есть, вообще нет. В какой-то момент у меня наступил такой период, когда мне хотелось творить фигню и заниматься тем, чем нравится. И это не включало в себя ходить в школу, делать домашку там. Я активно прогуливал, подделывал оценки, заводил второй дневник. О, да. Второй дневник. А у тебя был второй дневник? Не второй дневник. Я покупал второй, но врывал листы, вставлял, заменял их. А, так, не просто второй дневник, а вот такой вот дневник. И оценки бывают тоже, да, переключиваю. Ты подделывал? Переключиваю. Ты знаешь, там стоит пятёрочку. Пятёрочку на шестёрочку там ещё такое. А, у нас можно трое, да, да, у нас же десятибалка. Дневник для двоек. Ну, что, современные детишки, как вам сейчас с электронными дневниками? Да, это вообще жёстко. Пацан пацанов. Никак. Не очень хорошо. Не подделываешь. Это у меня каждый раз прекрасно. Я, кстати, об этом думала. Блин, какая жесть. Как ужасно сейчас детям. А ещё родительские чаты. Да можешь сказать? Типа, почему вы не сдали там на шторы? Мой ребёнок забыл мне сказать. А теперь всё, родительский чат. Там тебя долбят, долбят, долбят. Это вообще жесть. Я не знаю, что всё это скоро вскроется, потому что родительские собрания частые. О, самое страшное. Господи. Ты боялся? Да. Мне мама в школе работала. Я всегда старался, чтобы мама не шла туда. Перенос. Там ничего не будет. Там в школе эвакуация. Там будут бабки собирать. Мам, там много денег. Ты будешь много денег собирать. Не ходи. У нас нету денег. Не сдавай. Не ходи. Всё. Готовил джеку. Она идёт там вечером, и я в это время, чтобы она должна приходить, я быстро ложусь спать и посплю. Всё, меня нельзя. Как-то лежащим не бьют. И она приходит. Ааа, сюда, иди. Не сработало, да? Жёстко. Каждый мой косяк, словно ей за это доплачивали. И всё всегда шло по одному и тому же сценарию. Месяц ты творишь фигню в стенах школы, потом вечер родительского собрания, ты в этот момент пылесосишь дома ковёр даже на стене, в попытках быстро заработать хоть какие-то очки милосердия. После приходят родители. Привет, а я помыл всю посуду. Я такой вот хороший сыночек. Родители не дураки, дают тебе люлей. Ты обещаешь исправиться, и цикл повторяется заново. Ну, кстати, мои друзья из World of Tanks попросили рассказать забавную историю о том, как я проявил упорство и танковал в жизни. Окей, без проблем. В школе мне не нравилась физкультура. Не, играв бастетболтом или постоять на воротах в футбите, это было гудо. А ты в футболе тоже больше на воротах стоял, или любил бегать с мячом? Девчонки футбол не любил. Вообще никакой фырид активности, вообще ничего? Ноль, ноль, ноль? Вот наматывать круги по стадиону я терпеть не могу. Ааа, это ужасно. Первым уроком. Это так ужасно. Это, кстати, максимально. Я вспомнила, как мы недавно с тобой ходили возле какого-то колледжа или что-то еще, и там такие с обреченными лициями, знаешь, они шли на физкультуру утром, видимо, на спортивной форме. У меня в универе именно было по выходным физра. Кто это придумал расписание тупое? А что ты с собой первым уроком? Ходило четверть, наверное, людей на физру. А потом же это как-то отрабатывать надо? А потом отрабатывать надо, да. Замечательно, гениально. Неделя, когда я должен был честно отсыпаться, блин. Меня офигеть как не устраивало, что что-то вставало на пути к моему законному выходному сну. И я решил действовать наверняка. Когда в очередной субботний день нас заставили бежать 3 километра, я, только начав первый круг, закусил себе щеку до крови. Подбежал к тренеру и начал кашлять. Это типа пневмония, знаешь, легкий. Я умираю. Кровь на кашляну была прямо на физрука. Так, Мармажов, ну кончай тут комедию ломать уже, а. Давай, бегом, бегом, быстро, быстро. Тут я начинаю кашлять себе в ладонь. О, боже. Ну что ты? Смотри. Так, 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 так. Все, тихо-тико останавливаемся. Я тебя снимаю с этого норматива. Не надо никуда бежать, хорошо? Хорошо, не надо, у тебя и все. Сходи в медпункт. Я побоялся странировать. Угу, хорошо. Я пошел домой. Довольно. Больше я в субботу не приходил, да и никто, собственно, меня и не просил. Потому что в любом бою, даже в жизненном, не обойтись без смекавочки и тактики. И ладно бы все ограничиваясь школой. Дома я тоже постоянно устраивал хаос. Я один или в паре с моим другом Артемом мы придумывали новое развлечение чуть ли не каждый день. То мы играли в химиков, смешивая все подряд, в том числе дорогие мамины духи. О-о-о, духи тоже дорого. То с балкона запускали воздушных змеев из мусорных мешков. Потом они все висели на деревьях и столбах, а соседи приходили жаловаться. То мы пытались что-то приготовить. И мало того, что все засрали, так еще и протянули бутылку подсолнечного масла. И оно все затекло за плит. О-о-о, но они же хотели как лучше. Она будет понять. Да там будет капец. О-о-о, да тут убираться часа три придется. Ну а я домой. Да-да-да-да. Настоящий друг. Маленький мармаш. Конец. Короче, я просто достал своих родителей. Поэтому ими было принято решение отправить меня на тренировки. Чтобы там мне привели дисциплину, направляли в нужное русло, ну и держали меня подальше от квартиры. А мне там, признаться, не очень нравилось. И однажды я проснулся и понял, что я больше не хочу ходить на тренировки. И решил, что буду просто забивать. Поэтому я просто поднимался на этаж выше. Типа пошел на тренировку. И слушал, как сначала уходит папа. О-о-о. Хитро. А я думал, он просто сидел в подъезде. Он просто все это время сидел в подъезде. Хитро придумано. Но однажды, в момент очередного прогула, я услышал с улицы голос отца. Страшный звук. Зачем ты ко мне вечером после работы, хорошо? Блин, что он тут делает? До обеда же еще три часа, елки-пауки. Я весь в поту на дрожащих ногах. Подтягиваю мурку, ботинки, спортивную сумку и все швыряю за угловой диван. После чего сам туда ныряю и стараюсь не дышать. Кинься. Просто раствориться в помещении и взять самую тишину. И тут подады были тренировки под дзюдо, кстати. И не вольно быть свидетелем чего-нибудь. Тихо, тихо, нет. Я думаю, тут хорошая будет история. Здесь не такая. И вдруг от пыли за диванчиком у меня начинает щекотать в носу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, держись. Терпи, зажми нос. Рот. Как проходит тренировка. А, все. Пап, ты не поверишь, ее отменили. Да, вот я прячусь за диваном. Не поверю. Ну, собственно, неправильно. С тех пор это окошко возможностей закрылось. Короче, в детстве мы часто считаем, что родители несправедливы к нам. Но, блин, по моим историям не становится понятно, что родителям быть офигеть как тяжело. А это еще я был единственным ребенком в семье. Так что, дружочек, будь к ним снисходительней. Слушай, мне кажется, чем больше детей, тем больше родителей, возможно, что старшие будут няньками для младших. Типа они как-нибудь там сами, может, не убивают друг друга. То есть, знаешь, кто-нибудь там за кем-то присмотрит, это типа норм. Может, так как-то работает. Наверное. Правда стараются. Да-да-да, спасибо за просмотр. Да все ты знаешь прекрасно. Подпишись на канал. Так, подписаны, лайк поставили, все дела. Паблик, в Инстаграм заглядывай. Тикток, потом скоро скажу тоже ссылку. Все, короче, спасибо. Тикток бой скоро. Пока. Короче. Что короче? Ну, ты всегда говоришь, короче. Что ты всегда говоришь, короче? Ты всегда говоришь, короче. Просто история так рассказывает, как короче. Вадим, а ты был проблемным ребенком? У тебя хотели родителей как-нибудь избавиться? Ну, в смысле, не навсегда. В смысле, сплавить, чтобы отдохнуть. В этом смысле, блин. Ну, да, летом, знаешь куда? Они мне сдавали в лагеря. Сдавали в лагеря? Лагерях мотал я сроки. Все лето проводил там. А я так хотел гулять на улице с друзьями. Лето, классно. Ой, будем гулять. И мне такие, нет, ты пойдешь в лагерь. И мне отправляли в лагерь. А я так не хотел в лагерь. Я хотел на улице. А родители-то хотели от тебя отдохнуть. Да. Поэтому тебя отправляли. Вот и все. Я так это и понял. Вот и все. А ты потом с возрастом понял. Я думал, что потом плакал. Разоберите меня. Путевка заплачена. Деньги заплачены. Да. До свидания. Сиди до конца. Я понял, что они просто избавились от меня. Просто киданули. Я вообще спокойный ребенок была. Да? Ну, нормально. Да, в принципе. Но я понимала, что все равно родители от меня устают. И, в принципе, летом меня всегда отправляли к бабушке. Может быть, еще это было с экономической точки зрения. Потому что кормила-то меня как бы бабушка и родители. Нет, вообще, самое раннее лето, когда был вообще мелким. Пипиком. Пипиком. Цензура. Цензура. Я тоже был в деревне. Я не была в деревне бабушка. Бабушка была вообще-то в городе. А, я в деревне был. Вообще все лето проводил. Сау от и до. Там типа хутор, типа одинокий дом и лес и все. Да, там просто такая лютая. Не знаю, как еще. Робинзоном не вырос. Ну, ты как считаешь, что вообще заслужил в детстве какую-то ругань от родителей? Ты уделал такие все кусты, как Мрамаш? Да. В общем, да, вообще. Ну, я не со зла. Просто мне было интересно. Ну, так я думаю, а что думаешь, Мрамаш сделал со зла? Они экспериментировали. Дух экспериментатора, понимаешь, шалили. Да, мне кажется, каждый ребенок такой. Я думаю, не надо его ругать за это, а надо чуть-чуть просто наставлять. Я вспомнила, наверное, одну самую страшную вещь, которую я сделала. Мне было три года. Пупу не вытерла. Нет, это нормально. Ну, ладно. Как бы, сейчас расскажу, короче. Первое, когда я была совсем малая, у меня кроватка стояла возле стенки, я проколупала в обоих дырку. Мама рисовала медвежонка, заклеила раз. Ну, это было тоже несознательно. Второе, я, короче, нашла книжку Карлсона. А тогда, знаешь, как было сложно книжки доставать, все собирали в библиотеку. И мама у меня купила набор доктора. У меня были такие оранжевые, маленькие, пластиковые дождички. Такие-то максимально тупые. Я нашла картинку, где был Карлсон. По-моему, там был дед со со мной челюстью еще. По-моему, была такая картинка. Я не знаю почему. И я, короче, начала почему-то кромсать. Ну, короче, меня не то, что сильно ругали, но меня поругали. Потом мне очень много это припоминали, случай. А потом мне как-то было так стыдно. Я, знаешь, так полюбила книжки читать. И я так думаю, блин, я спорсила книжку. Как я могла? Знаешь, вот такое было. А у меня какие-то фетиши были в книжках, постоянно как не находил. Усы рисовать? Усы рисовать, всем. Усы, мужик, усы. Прикольно. Усы. Ужик, усы. Оригинально все усы. Да. Нормально. В общем, вот такая была реакция. Спасибо тебе за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Сложный выбор.